Москва, Кремль, в самом сердце столицы, 10-й юбилейный книжный фестиваль. Уверен в том, что с каждым Новым годом, с каждым новым фестивалем, участие издателей, литераторов, Новороссии, Анбаса, будет все жире и шире. Шатры и площадки для мероприятий крупнейшего литературного фестиваля страны разместили на пространстве от исторического музея до храма Василия Блаженного. Традиционно на площадке ярмарки работает павильон Истории Отечества, организованный Российским Историческим Обществом и Фондом Истории Отечества совместно с Российским Военно-Историческим Обществом. Участие в открытии Красной площади принял председатель Российского Исторического Общества Сергей Нарышкин. Я вспоминаю, как рождалась эта идея в том году, объявленном указом президента России годом литературы. Едва ли можно было представить себе, какую значительную роль, какое значительное место фестиваль будет играть в культурной жизни нашей страны. И вот прошли годы, и эта книжная ярмарка стала таким настоящим смотром книгоиздательских сил России, площадкой для встреч и масситых, и начинающих литераторов, крупных и небольших издательств. Сергей Нарышкин является председателем оргкомитета по поддержке литературы книгоиздания и чтения в России. И именно он еще в 2015 году выступил с инициативой проведения масштабного книжного фестиваля у стен Кремля. Предложение тогда было поддержано президентом. По прошествии многих лет, уже 10 лет, нынешний фестиваль, конечно, подарит всем гостям книжной ярмарки, новые книжные новинки на любой вкус, от детской литературы до таких фундаментальных научных изданий. Как всегда будет работать павильон «История Отечества», в его программе в эти дни будут различные мероприятия, около 50, это и викторины, и дискуссии, конкурсы, встречи. В этом году свои новинки на фестивале представят около 400 издательств, среди которых московские и петербургские флагманы книжного рынка, а также издатели из 58 российских регионов и из Белоруссии. Будет возможность пообщаться с писателями, побывать на лекциях и презентациях. В день открытия ярмарки на Красной площади отметили 225-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Открытие проходит в особый день. Сегодня же мы отмечаем день рождения нашего великого соотечественника, великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. 225 лет. И очень символично, что эти события сошлись в одной точке. За 10 лет своего существования книжный фестиваль стал брендом для нас, для всех. Это место, где собираются истинные ценители книги, истинные ценители литературы. В рамках 10-го книжного фестиваля Красная площадь прошла церемония награждения финалистов конкурса «История России в стихах». В ходе состязания участникам конкурса было необходимо записать видео с декламацией поэтических произведений отечественных авторов о России и о событиях ее истории. Финалистов пригласили выступить на Красной площади. На черные ели смотрел печенек и в страхе коней поворачивал. Чего там? Мертво? Или реки струя стекут через мирные пажики? Конкурс проводился среди учащихся первых 11-х классов по трем номинациям. За время отбора организаторам поступило более 8 тысяч заявок из всех регионов России. Финалистов конкурса наградил лично Сергей Нарышкин. Слушая участников конкурса, я вспомнил один известный исторический эпизод. 15-летний лицеист Александр Пушкин вдохновенно читает свои стихи перед большой экзаменационной коллегией, среди которых находится и маститый поэт Гаврила Державин. Впереди у юного Александра Пушкина была большая и яркая творческая жизнь. Но, как мне кажется, вот те первые воодушевляющие аплодисменты и овации он запомнил на всю жизнь. К участникам церемонии также обратился сопредседатель РИО, заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский. Сегодня здесь вы все на Красной площади у стен Кремля в день рождения Пушкина читаете стихи об истории России. Конечно, это останется с вами на всю жизнь. И я хочу поблагодарить вас за ваш труд, за вашу любовь к России, за вашу любовь к русской культуре, к русской поэзии, к российской истории. В тот же день, к юбилею великого поэта, на фестивале прошла церемония гашения почтовой марки с участием Сергея Нарышкина и Татьяны Голиковой. Книжный фестиваль «Красная площадь» продлится до 9 июня. Сужба информации фонда «История Отечества».